Всем привет, мои хорошие! Наконец-то, знаете, я могу вас приветствовать на позитивной нотке, поздравить с первым днём весны, расскажу сегодня все новости. Но вначале, поскольку я обещала и стараюсь всегда выполнять свои обещания, несколько подписчиков у меня попросили дать ссылку на видео, где я рассказывала про Transfer Go. Это та компания, при помощи которой мои родственники переводят деньги мне в Украину. Плюс уже, как я вижу, многие из моих подписчиков, потому что я смотрю статистику, переводят деньги из Польши, из Германии, так как сейчас, при нынешней жизни, очень многие работают за границей. И сами понимаете, когда ты получаешь зарплату, и ты не имеешь возможности, опять же, из-за этого вируса, который закрывает границы, закрывает вообще всё, и, ну, в общем, создаёт проблемы, многие не могут так часто, как мы раньше могли себе позволить ездить к родственникам или к семье в Украину. И поэтому, естественно, такая информация многим интересна, многие меня спрашивают. Я оставлю ссылку и буду оставлять ссылку на сайт, где вы можете прочитать всё досконально. Переводы, тоже у меня спрашивали, делаются не только на карточку Приватбанка, а на карточку любого украинского банка. Также вы можете делать переводы в страны СНГ, не только в Украину. Это очень удобно, это очень быстро. У них всегда нормальный, очень адекватный курс. Не так, что, знаете, там с вас какие-то потайные комиссии, у них этого нет. Потому что, ну, сколько уже, да, не первый год мы делаем переводы, и многие мои подписчики делают переводы, и никогда ни у кого не было никаких нареканий. Поэтому, опять повторюсь, что ссылочка на сайт этой компании будет в инфобоксе сразу же. Вы можете открыть и увидеть, можете сразу по ней переходить и делать то, что вам надо. Там всё очень и очень доступно и подробно написано. И буду её оставлять в течение нескольких месяцев, потому что сейчас начинаются праздники, 8 марта, потом начнутся каникулы, отпуска, лето и так далее. И чтобы уже, как бы, не было вопросов, вы просто заходите и смотрите под видео. Но, опять же, если будут какие-то вопросы, я всегда могу дополнительно рассказать и дать какую-то информацию. Девчонки, всё, хочу похвастаться, и как-то, ну, не до этого было. Вы у меня спрашивали, на кого же ты свои орхидеи оставила. Смотрите, большую часть, вот эту вот малышку мы привезли с Миленочкой, когда были этой зимой во Франции. И вот эти вот все сокровища муж привез в этот раз на машине. Он, смотрите, и вез с цветоносами, представляете, зима была минус 20. Он упаковал их в вот эти вот термопакеты, ну, в которых мясо, колбасу там мы покупаем. И все мои девчонки очень благополучно добрались. Вон, какие красавицы. А вот эта вот украиночка, которая, что-то она мне не очень нравится. Корешки, вон, какие-то сухие у этих. Вон, какие корешочки во всех. Такие живенькие. А это что-то не пойму. То ли болеет, то ли чё с ней, не знаю. Ну, в общем, подожду, посмотрю, как будет себя вести. А потом уже, наверное, надо будет чем-то другим подкармливать. Я подкармливала ее теми удобрениями, что я вам показывала. Ну, не знаю, что-то эффекта никакого нет. А, француженки мои, вон, какие. И вот эта вот моя редкая. Ну, она расцветет, я вам обязательно покажу. Смотрите, бутончик. Наверное, к 8 марта точно распустится. Так что почти все мои красотки приехали и ухаживаю за ними. Теперь я освободила мужчин. Вернее, не я освободила. Они сами, похоже, освободились, если упаковали и довезли от ухода за моими цветами. Просматривала сегодня свою электронную почту. И знаете, что я там нашла? Мне пришло уведомление от нашей французской страховой компании. Но это обязательно не дополнительная, что матюэль, не дополнительная страховка. И мне прислали письмо, где написано, что поскольку у меня удалена щитовидная железа, я имею право на первоочередную вот эту вот вакцинацию. И, честно говоря, у меня вот такой вот вопрос. Если кто-то, вот, хотела бы спросить своих подписчиков, если вы делали уже прививки, как вы себя чувствовали после этого? Это раз. Второе, стоит ли ее делать или не стоит? Ну, в общем, не знаю я. Потому что посмотрела информацию в интернете. Да, и до этого что же? Ну, сейчас эта тема достаточно горячая и актуальная для всех. И я никак не могу понять. Одни пишут, что вообще ничего не было и все прошло замечательно и хорошо. Другие пишут, что чувствовали себя несколько дней плохо и никому не рекомендуют. Третьи пишут, что после прививки, там буквально через, ну не знаю, правда это или нет, это информация из интернета. И что буквально через несколько дней после прививки, ну в общем, иммунитет рушится и ты заболеваешь всем и вся. Третий вопрос, это же прививка получается от вот этого первого вируса, а не от второго, который сейчас во Франции там бушует. Но, честно говоря, я не знаю. С мужем поговорили, посоветовались. Он говорит, ну я тебе ничего не могу сказать. Решай сама, как быть, что делать. Ну, в общем, я не знаю. Во-первых, нужно же будет ехать. Ну, в принципе, как бы посмотрим. У нас, кстати, каникулы. Я думала, каникулы будут так, как во всех школах, как написано на сайте министерства. В конце марта нам объявили, что у нас каникулы будут уже 6 марта в нашей школе. Не знаю, с чем это связано. То ли потому, что мы тогда не уходили на вот эти дополнительные каникулы, на которых все были украинские школы. И в локдаун мы учились. Если, может быть, из-за этого, не знаю. И, ну, и по поводу прививки. Если кто-то, вот, потому что реально хочется узнать мнение людей. Ну, не просто там кто-то где-то написал. Потому что, мало ли, там, может быть, в целях рекламы проплаченные пишут, что, ой, это замечательно. Это прекрасно, чтобы люди делали. Потому что не везде эти прививки бесплатные. И во Франции ничего не написано. Наверное, если страховая компания тебе об этом говорит, то нужно, наверное, как-то возмещается. Ладно, посмотрим. Ну, в общем, буду очень благодарна. Если кто делал или кто-то из ваших родственников делал, поделитесь информацией. Потому что, действительно, кто его знает? Если будет весь мир прививаться от всего этого и сколько все это будет длиться, неизвестно. Потому что, буквально, вот, на днях объявили, что суммы входят снова в оранжевую зону. Но, вот, тоже информация такая странная. Оранжевая. Сейчас же у нас как? Красная, зеленая, желто-оранжевые зоны связаны с тем распределением. Именно с вот этим распространением COVID. И суммы вошли не по этой причине, а потому что, ну, как обычный грипп и ОРВИ. Это острое респираторное вирусное инфекционное заболевание. Но это не вот этот вот вирус. Но, тем не менее, нас впихнули опять в эту оранжевую зону. И опять, значит, возможно, будут эти карантины выходного дня или чего, или как, кого, куда опять будут отправлять на эту дистанционку. В общем, ничего не известно. Вообще, честно говоря, уже голова вот так вот кругом идет. Потому что, если в первое время как-то все осторожничали, была какая-то, ну, не то, что паника, но действительно беспокойство. Потому что люди моего возраста, да, старше даже меня, вот моя мама, такой пандемии не было. Ну, как бы никто не помнит. И в первый период, вот сколько уже будет в марте год, как все вот это длится. И, ну, в общем, я не знаю, куда мы докатимся и до чего. И, ну, вот смотрите, у меня Миленка простыла, хотя витамины тоже ели. Я простыла. Делала я прививки во Франции, когда мы были, пробовали мы делать прививки от гриппа. Они не являются обязательными, но тебе твой врач семейный звонит и говорит, что так и так, если вы хотите, пожалуйста, сообщите. И, значит, назначим время, прививку сделаем. И мы в один год сделали прививки. И я вам скажу так, что грипп, который был тогда, несмотря на то, что мы были привиты, там, несколько вот этих штампов идет. И я так, я вообще именно простудными заболеваниями во Франции очень редко болела. Но после прививки действительно то ли иммунитет так рухнул, то ли что. Ну, в общем, температура была несколько дней жуткая. В общем, состояние было такое, что после этого мы решили, что лучше никаких прививок не делать. И поэтому от такого заболевания неизвестно, что тебя там ведут. Ну, не знаю, я, честно говоря, переживаю, сомневаюсь, стоит ли ее делать или не стоит. С другой стороны, вы знаете мою ситуацию, нам приходится частенько ездить, летать и на машине, и на самолете, и как бы аэропорты, и разные города. Ну, в общем, я не знаю. Не знаю. В общем, девчонки, буду очень благодарна за любую информацию. Хоть хорошие, приводите примеры, хоть и нехорошие. Просто, ну, хочется знать от реальных людей, которые, ну, как я уже сказала, не кто-то там написал в рекламных целях по интернету. Нася возле меня круги наматывает, мурчит. Я приготовила ей еду, когда, да, буквально пару дней назад показывала, что угостила кота пирогом с курицей и слоеное тесто. И мне кто-то написал, что у вас с башкой у них все в порядке, чем вы кота кормите. Хочу показать. У меня кошка особенная. Это первая кошка, которой я готовлю еду. Я покупаю печень говяжью и легкая. И вот так вот все перемалываю вот в такое вот пюре. Кошачий корм. Смотрите. Мне нужно будет еще немножко перемолоть. Добавляю бульон, в котором все это дело варилось. Не добавляю ни соли, никаких других добавок. И вот такую вот массу она у меня обожает есть. Вообще Аська у меня не любит питаться никаким кормом. Я покупала уже все. Ни сухой корм, ни вот эти вот кубики в желе. Она ничего у меня не ест. Ест творог, ест яйца, ест вот такой вот печень и курицу. Больше ничего. Да, овощи еще любит. Сырую морковку трескает, брокколи ест. Так что не знаю я почему. Если кто знает, потому что тот человек, который написал, нагрубить как бы ума хватило. Объяснить, почему кота нельзя кормить пирогом. Ничего не написала. Что, Асюня? Кушать сейчас будем. И я вот так вот распределяю. Знаете, такие пакетики, которые на защипках. Распределяю порционно и укладываю в морозилку. Потом достаю, с вечера кладу в холодильник. Оно за ночь размораживается. И вот ей одна порция питания. Помимо того, что на завтрак у нас только творог. Ничего другого. Можешь другого даже не давать. Дашь вот это, ни печенку, ничего не будет есть. Завтрак у нас только творог. Да, Ася? Вот она. Что, пахнут руки печеночкой? Да, сейчас дам. Он и шерсть у нас какая замечательная. Ветеринар сказал, что то, что ест кот, то и давайте. Так, все, мы поели. Облизиваемся, да? Асенька. Асенька. Ну, как она у меня выросла. Нам когда? 30-го числа 7 месяцев было. Да, 7 месяцев. Красотуля моя. Ты красотуля моя. Ох, я осенька. Сейчас буду укладывать Аськину еду. И, девчонки, помните, у меня оставалась томатная паста или как томатная смесь, что для пиццы. И я думала, думала и маслом ее заливать, и что мне с ней делать. В общем, решила вот так вот заморозить в силиконовых формочках и уложить. И нам сейчас просто место нужно. Она у меня прям так и стояла в морозилке. И сейчас сложу все вот в этот пакет. Вот кошки я тоже в таких пакетиках еду замораживаю. И уберу. Ну, смотрите, как классно получается. И вот такая порция. Хоть одну вот такую чашечку в борщ кидаешь превосходно. Или разморозил на ту же самую, ну, парочку на пиццу надо. В общем, и с пельменями. Так вкусно. Просто обалденно. Там же базилик есть и разные травки. Так что, если кто не знает и не хочет маслом заливать по каким-то причинам. Не, ну, когда, знаете, остается не так уже много, что действительно маслом залил, там оно постояло неделю и нормально. Но когда действительно было, это уже вторая, я две делала. У меня сердечки есть, сердечек у меня 8 штук. И 6 вот таких вот, как чашечки они. То, конечно, без проблем заморозил. Сколько они-то, наверное, недели две у меня уже, да? Да, недели две, наверное, уже в морозилке стоят. Так, ладно, девчонки, буду я заканчивать. Сделаю это, сделаю это. Потом снимать макияж. Что, Миленку надо будет укладывать? Он уже на 9 часов вечера. Завтра в школу. Так что, приготовить все. У меня у него водичка ее стоит. Тоже нужно будет поменять. Свеженькую наличие. Что-то у меня сегодня... Да, не, нормально. Хотела сказать, вообще ничего не попила. Нормально. Я бутылочку ей наливаю. Он остался совсем немножко. Так что, буду заниматься своими женскими домашними делами. Всем спокойной ночи. Если тоже сейчас спать идете. Если утром смотрите, то доброе утро. Если днем, то доброго, придоброго весеннего дня. Ну и встретимся в следующем видео.